Итак, что же изменилось для покупателей новостройок в 2020 году? Новые законы на рынке недвижимости. Самое интересное. 2020 год богат на различные события, которые так или иначе повлияли на жизнь россиян. Многочисленные изменения коснулись и законодательства в сфере недвижимости. Сегодня мы с вами поговорим, какие нововведения можно назвать наиболее важными для покупателей жилья. Все течет, все меняется. Изменения, которые были внесены в 2020 году в законодательство о недвижимости, оказалось немало. Одни назрели давно, были плановыми и вводились постепенно. К ним можно отнести новые правила исчисления налога на недвижимость. Другие, напротив, принимались спонтанно в связи с пандемией коронавируса. Например, приостановка строительства и частичное освобождение застройщиков от ответственности по договорам долевого участия. Наиболее важными можно назвать перемены, связанные с защитой прав добросовестного приобретателя жилья, а также с полным переходом на расчет налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости жилья, а не инвентаризационной во всех регионах Российской Федерации. Также важные изменения связаны с сокращением минимального срока владения жилья для отдельных категорий граждан. С каждым нововведением стоит познакомиться более подробно. Поехали! Новые правила освобождения от уплаты налога при продаже недвижимости. Пожалуй, это одна из самых существенных поправок законодательства о недвижимости. Она касается изменения минимального срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога. Он сократился с 5 до 3 лет. Сумма НДФЛ составляет 13% от полученного дохода. Учитывая, что речь идет о миллионных сделках россиян, которые не вписались в минималку, приходится отчислять в казну немалые деньги. Так, при продаже квартиры за 5 миллионов нужно будет оплатить налог в размере 650 тысяч рублей. Вполне естественно, что таких трат хочется избежать. Согласно статье 217.1 Налогового кодекса, для освобождения от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости важны два момента. Первый. Дата возникновения права собственности до 1 января 2016 года или после. И срок владения имуществом – 3 года или 5 лет. Если право собственности на недвижимость возникло до 1 января 2016 года, для освобождения от уплаты налога срок владения недвижимостью должен составлять 3 года или больше. Если оно возникло после этой даты, то в соответствии с частью 3 статьи 217.1 Налогового кодекса, 3-х летний срок действует в строго определенных случаях, когда основанием приобретения недвижимости являются Наследование, дарение от члена семьи или близкого родственника, приватизация, договор пожизненного содержания сожживением. С 1 января 2020 года в этот перечень добавлен еще один пункт. Если недвижимость является единственным жильем для продавца, это правило применяется и в том случае, если за 90 дней при продаже такой недвижимости было приобретено другое жилье. Во всех остальных случаях освобождение от уплаты налога необходимо быть собственником недвижимости более 5 лет. Отмечу, что необходимо учитывать все жилые объекты, которые имеются в собственности у продавца. Принимается во внимание и та недвижимость, которая находится у супруга в совместной собственности, а вот местоположение ее значения не имеет. Например, если у человека есть квартира в Москве и комната во Владимире, то жилая недвижимость не признается единственной. Нужен люфт 90 дней. Зачем закон подводит льготный период в 90 дней? Поясняю. Это важно при проведении так называемых альтернативных сделок, когда собственник продает принадлежащую ему недвижимость с целью приобретения другой. Ведь зачастую возможность купить новую квартиру возникает только с одновременной продажей уже имеющегося жилья. Да, еще и с некоторой доплатой. Также это правило может помочь тем, кто купил новое жилье в ипотеку, а потом продал старое. В этом случае за счет налога, который не нужно будет платить, можно уменьшить общий размер долга перед банком. Возможно задвоение владения квартирами на срок не более 90 дней. Например, если вы приобрели квартиру в январе 2017 года, а еще одну купили в январе 2020 года, то есть по истечении трех лет, то в период с января по март 2020 года первую квартиру можно продать без уплаты налога. Как избежать двойного налогообложения при получении недвижимости в дар или по наследству? Если квартира досталась вам в дар или по наследству, не от членов семьи или близких родственников, то вам необходимо уплатить НДФЛ, сумму равной кадастровой стоимости от объекта. Близкими родственниками считаются супруги, родители и дети, в том числе усыновленные, дедушки, бабушки и внуки, родные братья и сестры. При дальнейшей продаже квартиры ее владельцу нужно уплатить налог, если не был выдержан минимальный срок владения. Таким образом, получается, что налог как бы задваивается, но с 1 января 2020 года уплаченные суммы ДФЛ при получении недвижимости в дар могут быть зачтены при продаже этого имущества в качестве вычета. Статья 214.10 Налогового кодекса. То есть, если квартиру получили в подарок, а затем продали ее за сумму, равную кадастровой стоимости, то НДФЛ к уплате составляет 0. Если же квартира была получена в подарок от членов семьи или близких родственников, но продать вам все равно ее нужно, то к вычету можно отнести расходы на приобретение подаренного имущества, если они не учитываются ранее дарителями для получения других вычетов. Например, кадастровая стоимость подаренной квартиры составляет 4 миллиона, а даряемый выплатит налог и скорее ему понадобилось продать приобретенное жилье за 6 миллионов. Налог можно оплатить лишь с 2 миллионов рублей, а не 4, а 4 миллиона вычесть из налогового времени. Компенсация государства при утрате права собственности на имущество. С 1 января 2020 года действует статья 68.1 Закона о государственной регистрации недвижимости о компенсации добросовестному приобретателю за утрату жилого помещения. По добросовестным покупателям понимается тот, кто опирался при заключении сделки на данный ЕГРН и не смог знать о том, что продавец так или иначе мухлюет и не имеет права отчуждать имущество. Я уверен, это очень важное изменение в законодательстве. Государство обязано выплатить компенсацию добросовестному приобретателю жилья в случае, если жилое помещение будет у него изъято в результате судебного разбирательства. А необходимые средства не получится истребовать от продавца такого жилья. Как правило, подобные случаи связаны с мошенничеством и иными неправомерными действиями. Компенсацию гражданин может получить по своему выбору, по кадастровой или рыночной стоимости. Для этого ему надо иметь на руках решение суда о взыскании денежных средств лица, которое не имело права отчуждать имущество. Если в течение 6 месяцев после возбуждения исполнительного производства указанная сумма не будет взыскана полностью или частично, то либо вся она, либо разница будет выплачена государством. Речь идет о мошеннических схемах, когда квартира приобретается у продавца по поддельному паспорту или доверенности, у психически больного лица, следствия двойних продаж и так далее. И при этом покупатель при всей степени внимательности и осмотрительности, совершив все возможные с его стороны действия по проверке документов, объективно не мог знать о мошенничестве. При современном развитии техники сложно отличить оригинал от цветной распечатки, а любые печати, ровно как и справки из психиатрических и наркологических диспансеров, зачастую можно заказать и купить в интернете. Увеличение налога на имущество за счет исчисления по кадастровой стоимости. До 2020 года налог на имущество физических лиц исчислялся, исходя из интернационной стоимости квартиры. С 1 января текущего года он рассчитывается по кадастровой стоимости, а она, как правило, оказывается существенно выше, инвентаризационной. Поэтому и налог тоже придется платить по полной. Эта реформа произошла не одномоментно. Она длилась целых 5 лет. Суть ее в том, что ставки налога уменьшались, граждане получали право на вычет и льготы, но при этом в качестве базы бралась именно кадастровая стоимость. Столь длительный переходный период был предусмотрен для того, чтобы избежать резкого повышения налоговой ставки. Да, и назрела реформа тоже достаточно давно. Инвентаризационная стоимость учитывала площадь степени износа и затраты на строительство. Стандарты расчета были введены в далеком 1969 году. Получалось, что чем старше квартира, тем ниже была ее инвентаризационная стоимость. Во много раз отличалась от ее реальной рыночной цены. В расчете к кадастровой стоимости заложена не только площадь, но и удаленность района, его престижность, инфраструктура, класс жилья, материал стен. Кадастровая стоимость максимально приближена к рыночной цене, поэтому и сумма налога увеличилась. Узнать кадастровую стоимость квартиры можно через сайт Росреестра. Льготы для застройщиков в связи с ограничениями из-за коронавирусной инфекции. Не все изменения в законодательстве произошли из-за того, что они давно и долго назревали. Часть решений принимались очень быстро из-за пандемии коронавируса и связанного с ней кризиса. Строительная отрасль оказалась в числе пострадавших. Для ее поддержки правительством были выработаны специальные меры. Так было принято постановление 423. В нем установлены льготы для застройщиков, которые нарушили свои обязательства. Так, за период со 2 апреля 2020 года по 1 января 2021 года неустойка по договорам участия в долевом строительстве не начисляются. Не учитываются убытки, предусмотренные статьей 10 ФЗ об участии в долевом строительстве. Не начисляются проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства при расторжении договора долевого участия. Кроме того, при оплате неустойки процентов возмещения убытков, требования о которых были предъявлены до 2 апреля 2020 года застройщику, предоставляется отсрочка до 1 января 2021 года. Также установлен мораторий на включение строящихся многоквартирных домов в единый реестр проблемных объектов. Если по ним застройщикам в тот же период были более чем на 6 месяцев, нарушены сроки завершения строительства. К предоставленным льготам можно относиться двояко. С одной стороны, в России были установлены вынужденные нерабочие дни с 30 марта по 8 мая 2020 года, а в Москве деятельность всех строительных организаций полностью приостановилась с 13 апреля по 12 мая, что не могло на них не отразиться. С другой стороны, нельзя сказать, что принятые меры соразмерны сроком приостановки строительства и длительности принимая их мер. Я считаю, что включение объекта в реестр проблемных застройщиков означает в том числе и появление возможностей органов власти влиять на достройку и предотвращать нарушения прав граждан. При этом, включение объекта в реестр не означает приостановление строительства. Однако, из-за моратории власти не станут трогать девелоперов и их проекты. К чему это проведет? Покажет время. Все может быть не слишком радужно, так как и у добросовестных организаций сохранится возможность продолжать продажи жилья при нарушении сроков. То же касается отмены пении и штрафов за просрочку строительства и невозможность начисления неустойки по ДДУ. С введением данной нормы у застройщиков не будет законодательного стимула строить дома без нарушения сроков. Возможно, несколько и иная точка зрения. Это сбалансированная новелла, так как затрагивает правила как долевых инвесторов, так и застройщиков. Вместе с тем, эта льгота не отменяет, например, право застройщиков в случае существенного просрочки оплаты платежей по ДДУ, расторгнутый договор. Что же касается продления на год разрешений на строительство, которые истекают в 2020 году, это изменение специалисты расценивают как положительное. Это мера введения пунктом 1 приложения номер 3 к постановлению правительства. Номер 44. Она поможет тем застройщикам, срок разрешения на строительство, у которых истекает в период с 7 апреля 2020 года по 1 января 2021 года. Так как они смогут приложить максимум усилий к тому, чтобы завершить строительство, и при этом им удастся избежать бюрократических проволочек. Безусловно, поддержка строительной отрасли нужна и важна, столь сложная для экономики время. Но меры такой поддержки должны быть более продуманными. В каждый случай задержка строительства индивидуален и должен рассматриваться судом при определении степени влияния пандемии и вины застройщика в срыве сроков. При создавшихся обстоятельствах лучше было бы задействовать не исполнительную, а судебную систему и власть, и предоставить ей решать вопрос освобождения застройщика от ответственности, исходя из понятия обстоятельств непреодолимой силы, то есть форс-мажор, применительно каждой конкретной ситуации. Ведь именно так предписывает обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции. Утвержденный президентом Верховного суда Верховный суд в своих рекомендациях ниже стоящим судам указал на угрозу, что все неисполненные в период пандемии обязательства могут злонамерно объясняться форс-мажором и отдельно разъяснил, что признание коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным. Для этого нужно соблюдение целого ряда признаков, в том числе соразмерности по времени, наличие причинно-следственных связей и добросовестного поведения должника. Напротив, постановление правительства 423 предоставило застройщикам всеобщую правовую индульгенцию. Причем по всей стране, независимо от текущей ситуации в конкретном субъекте РФ. А ведь ограничения везде были разными. Дополнительные меры. О дополнительных мерах поддержки. Весьма позитивной выглядит льгота для арендаторов земельных участков, находящихся в публичной собственности. Они в связи с пандемией получили право продлить срок аренды на период до 1 года, если договор аренды заключен до введения режима повышенной готовности. Также нельзя не приветствовать предоставление покупателям в ходе приватизации права на беспроцентную отсрочку платежей от 6 до 12 месяцев по договорам купли-продажи арендованной недвижимости, выкупаемой у государства при условии, что она оплачивается в рассрочку. А договор купли-продажи заключен до введения режима повышенной готовности. Государство смягчило условия привлечения предпринимателей к административной ответственности, а именно предоставило субъекту малого и среднего бизнеса право на беспроцентную отсрочку оплаты административных штрафов. Субъекты малого и среднего бизнеса, арендующие нежилые помещения, здания, строения теперь вправе потребовать от арендодателя уменьшение арендной платы, а в случае его отказа в одностороннем вне судебном порядке отказаться от исполнения договора аренды. Смотрим пункт федерального закона номер 166. Если видео вам понравилось, поделитесь им с друзьями. Буду вам благодарен, если подпишетесь на канал и будете следить за новостями на рынке недвижимости. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!